Вечер под серебряным дождём Вечер под серебряным дождём Вечер под серебряным дождём В качестве кармически правильного выдоха Я буду знакомить вас с прекрасными молодыми людьми Это участники всероссийского музыкального конкурса «Звёзды Эксид» Дождитесь обязательно, это очень интересно Ну а начинаем с новостей Кстати, чуть не забыл Если вдруг какую-то из программ нашей радиостанции вы пропустили Отправляйтесь на страницу «Серебряного дождя» в Дзене Утром сегодня появилось сообщение от армии обороны Израиля О том, что истребители армии нанесли удар по штаб-квартире Движение «Хамас» В утреннем сообщении от «Сахал» утверждали, что был убит один боевик В «Сахале» заявили, что было обстреляно несколько военных объектов, принадлежащих «Хамас» Кроме того, нанесён удар по банку Который палестинское движение, цитата, использовало для финансирования террористической деятельности в секторе газа И вот спустя несколько часов палестинское движение «Хамас» сообщило о гибели двоих своих высокопоставленных членов в секторе газа Именно в результате ударов Израиля Заявление опубликовано в телеграм-канале «Движение» В нём объявлено, как сказано, мученической смерти доктора Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть «Хамас» И доктора Ваиля Арзарда, проповедника «Газы» Конец цитаты К другим новостям через пару минут, друзья, расскажу вам об угрозе Египта переправлять палестинских беженцев из газы в Евросоюз Об этом сегодня узнала британская пресса Ну и, знаете, и Ордания, и Египет отказались принимать у себя беженцев из газы Скоро продолжим Вечер под серебряным дождём Это вечер под серебряным дождём В студии Дарья Гордеева Мы продолжаем, друзья, вы знаете, почему-то соседствующие с сектором газы страны Как-то не стремятся принимать у себя беженцев Несмотря, например, на заявление в государственных СМИ Так и принимайте их Отмечается, что египтяне очень и очень злые за давление на них с целью принять беженцев Подчёркивают источники британских журналистов И вот, например, Рейтерс пишет о том, что отправка палестинских беженцев в Орданию является красной линией Причём Рейтерс ссылается в своей публикации непосредственно на заявление короля Иордании Абдаллы II Ещё 15 октября президент Египта отверг, цитата «политику принудительного перемещения» в качестве решения палестинской проблемы Тем временем Турция ведёт переговоры с Хамасом об освобождении заложников Об этом сегодня сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан Власти Турции ведут переговоры с политическим крылом Хамас об освобождении удерживаемых им заложников Прямая цитата из произнесённого сегодня на пресс-конференции в Бейруте Цитирую по ТАС «Мы начали обсуждать эти вопросы, особенно с политическим крылом Хамаса Наши усилия по освобождению иностранцев, гражданских лиц и детей продолжаются Президент Турции принял принципиальное решение максимально содействовать решению этого и других гуманитарных вопросов В Хамас, напомню, говорили, что они желали бы обменять заложников на 6 тысяч палестинцев Которые находятся в израильских тюрьмах И так, по данным Вашингтон-Пост, боевики во время вылазок в Израиле захватили 64 человека Среди них 49, предположительно, являются гражданскими лицами В их числе 9 детей Также сегодня посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов Рассказал, что установлено, что россиянин с двойным гражданством Есть в списке находящихся в плену палестинского движения «Хамас» Более того, господин Викторов заявил, что в заложниках может находиться еще больше россиян Цитату приводит ТАСС Есть предположение, что их там может быть и больше оказаться С учетом состава населения израильского И того, что в этом регионе, где акция проводилась хамасовцами Там большая русскоязычная не диаспора, но группа людей Скажем так, конец цитаты Ну и тот же Викторов рассказал, что число пропавших без вести российских граждан Возросло до 9 В списках пропавших без вести, значится 9 граждан России Это прямая цитата О погибших 16 россиянах в зоне конфликта 14 октября Официально сообщало посольство России в Израиле Тогда отмечалось, что 8 человек пропали без вести И один числится в списке заложников хамас, находящихся в секторе газа Немного музыки сейчас, после чего продолжим Расскажу вам о подготовке в США Закона о применении армии в случае войны Израиля с Ираном Но и сегодня появились некоторые подробности о визите президента США в Израиль Плюс 7 903 797 6333 Скоро вернусь Вечер под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Не так давно рассказывала вам об угрозе парламента Ирана Вмешаться в конфликт в том случае, если Израиль приступит к наземной операции в секторе газа В свою очередь Соединенные Штаты выступили с заявлениями о том, что Тегерану лучше воздержаться от участия в конфликте Вот такая появилась сегодня информация Палата представителей США Разработает законопроект, который позволит задействовать американские вооруженные силы В случае эскалации войны между Израилем и группировкой Хамас Это заявление главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола Господин Маккол выразил при этом надежду, что вступление законом в силу не потребуется Большое интервью CNN, в ходе которого господин Маккол сказал Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется В ходе интервью он также отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться В том случае, если армия обороны Израиля начнет наземную операцию в секторе газа Ливанское движение Хезбалла и Иран уже, напомнил господин Маккол, пригрозили открыть второй фронт Именно в этом случае Также председатель глава комитета Палаты представителей по иностранным делам уточнил, что В проекте закона, скорее всего, не будет Иран упомянут как сторона конфликта Вероятнее всего, в этот закон войдут Хамас, Хезбалла И будет такая прописана строчка, как поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы Господин Маккол при этом подчеркнул, что если иранская армия примет непосредственное участие в конфликте То тогда, да, придется добавить в проект и целое государство В то же время, господин Маккол отметил, что любой подобный законопроект должен заручиться поддержкой американского сообщества Цитирую Сейчас я готовлю проект на тот случай, если он необходим Но, что самое главное, он должен быть поддержан американским народом Конец цитаты Сегодня, кстати, стало известно о том, что президент США отправится с визитом в Израиль завтра, 18 октября Об этом рассказал журналистом госсекретарь США Энтони Блинкен А после этого в планах Джо Байдена посетить еще и Иорданию Значит, Блинкен журналистам рассказал о визите Джо Байдена после его переговоров с премьер-министром Нетаньяху Привожу цитату по агентству Франц Пресс Президент вновь подтвердит солидарность США с Израилем и нашу непоколебимую приверженность его безопасности Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби Чуть позже, то есть уже после того, как Блинкен рассказал журналистам о визите Байдена Уточнил, что после визита в Израиль президент США отправится в Иорданию И рассказал, что именно там запланированная встреча Байдена с лидерами не только Иордании, но также и с лидерами Палестины и Египта Джо Байден, напомню, ранее выступил за уничтожение Хамаса За то, что палестинское движение напало на Израиль При этом он поддержал идею существования палестинского государства Высказывался против израильской оккупации сектора газа По мнению президента США, израильская армия не нуждается в помощи американских войск Но при этом Соединенные Штаты направили в Восточное Средиземноморье Две авианосные ударные группы А вот Дершпигель пишет сегодня, связывая в одну новость Возможное начало наземной операции в Газе и визит Джо Байдена в Израиль Издание отмечает, что Израиль не начнет наземную операцию в секторе газа До тех пор, пока с визитом в стране будет находиться президент США Надо сказать, что эту информацию, как вы понимаете, никто из сторон не комментировал А вот верховный лидер Ирана, возвращаясь к нему и, да, как возможного участника конфликта Если держать в голове подготовку законов США о применении армии в случае войны Израиля с Ираном Верховный лидер Ирана Айтала Али Хаминеи заявил, что никто не сможет остановить противостоящие Израилю группировки Если страна продолжит наносить удары по сектору газа Израильская страна, напомню, утверждает, что контртеррористическая операция в секторе газа является ответом на массированный ракетный удар То есть то, что началось 7 октября Однако Хаминеи заявил, что если преступление сионистского режима продолжится Мусульмане во всем мире и силы сопротивления потеряют терпение Тогда никто не сможет их остановить Конец цитаты Но я не знаю, что там с терпением Однако после пятничного падения на школу во Франции Сегодня стало известно о теракте в Брюсселе Какие подробности появились к этому часу, расскажу через пару минут Вечер под серебряным дождем Продолжаем вечер под серебряным дождем Вчера вечером стало известно, что перед футбольным матчем между Бельгией и Швецией в Брюсселе Исламист убил двух шведских болельщиков Еще один человек был ранен В интернете появилось видео, на котором, собственно, запечатлен террорист Вооруженный автоматом, надетый в оранжевую куртку И там видно, как после стрельбы он разъезжает по городу на мопеде После нападения он сам записал видео, в котором утверждает, что принадлежит к террористической группировке Исламское государство Напомню, что группировка запрещена в России А своими действиями он, прямая цитата, мстит за мусульман Сегодня утром во время перестрелки с полицией террорист был убит Им оказался Абдельсалем Ласуэт Ему 45 лет, он иммигрант тунисского происхождения В 2019 году, в ноябре месяце, он подавал прошение с просьбой предоставить ему убежище Но сообщают СМИ, что в октябре 2020 он получил отказ Кроме факта незаконного пребывания в стране Он был также известен полицией контрабандой людей По некоторым данным, в Тунисе он был также осужден, причем за терроризм Полиция рапортовала уже о том, что в его квартире проведен обыск Установили двоих его сообщников, которых к этой минуте они разыскиваются И в Брюсселе сохраняется высший четвертый уровень террористической опасности По всей стране введен третий уровень Делом, понятное дело, занимается Федеральная антитеррористическая прокуратура Премьер-министр Бельгии и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн Произошедшее назвали актом терроризма А мусульманский совет Бельгии осудил убийство болельщиков И призвал власти королевства, цитирую, действовать с максимальной твердостью при расследовании Переезжая в Россию, Песков сегодня сказал, что Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по Палестино-Израильскому конфликту И даже объяснил почему Сказал, что сначала ее надо бы проработать Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать со всеми Нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции И таким был ответ Пескова на вопрос, планирует ли вообще, в принципе, Владимир Путин выступать с какой-либо мирной инициативой Владимир Путин, напомню, сейчас находится с визитом в Пекине И давайте через пару минут познакомлю вас с подробностями встреч, которые были уже проведены С лидерами каких стран встречался Владимир Путин Что там интересного на них обсуждалось Плюс 7903-797-6333 Вечер под серебряным дождем Так, Владимир Путин сегодня прибыл в Пекин Для участия в форуме «Один пояс, один путь» И, собственно, в анонсе визита отмечалось, что На полях форума Владимир Путин должен встретиться с президентом Вьетнама Вован Тхонгом, с премьером Венгрии Виктором Орбаном, с премьером Таиланда Сетхой Тховесином И также отмечалось, что у Путина планируются встречи с президентом Монголии Ухнаагин Хурелсухом И президентом Лаосской народно-демократической республики Тхонглуном Сесулитом И вот из тех встреч, о которых уже стало известно к сегодняшнему моменту Ну, наверное, самое короткое описание Это описание встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином Перед форумом встреча происходила Значит, Путин и Си сделали совместное фото Путин, обращаясь к Си, сказал Рад вас видеть Это, собственно, пока все, друзья Я напомню, что завтра Путин должен выступать на открытии форума Его выступление будет, собственно, вторым после Си И в этот же день они проведут двусторонние переговоры Как помощник Путина господин Ушаков рассказывал вчера Часть этой встречи пройдет в неформальном ключе Подробно рассказано сегодня про встречу переговоров Даже переговоров Путина и Виктора Орбана Встреча все там же, на полях форума Один пояс, один путь Значит, последний раз они встречались Еще до начала СВО Значит, Путин поприветствовал Орбана словами о том Что, несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях Возможности для поддержания контактов ограничены Не может не вызывать удовлетворения то Что со многими странами Европы отношения сохраняются и развиваются По словам Путина, отношения России и Венгрии всегда строились Друзья, далее цитаты привожу На основе учета интересов на всем позитивном, что досталось из прошлого Также он отметил, что если в прошлом году Рост торгово-экономического взаимодействия России и Венгрии был 80% То в этом году минус 35% И поэтому, собственно, предложил подумать Что сделать, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане Путин подчеркнул, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза Не только двусторонние отношения, но и ситуации в мире, в Европе Мы знаем, сказал он, что наши позиции далеко не всегда совпадают Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это чрезвычайно важно Орбан, в свою очередь, подсчитал, что с 2009 года нынешняя встреча его с Путиным 13-е, процитирую Были сложные встречи, но такой сложной, как это, еще не было В такой сложной ситуации мы еще не находились В Венгрии никогда не хотела противостоять России Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было расширять контакты с Россией И нам это удавалось, сказал он Но отметив, что из-за СВО, из-за санкций, двусторонние отношения многое потеряли Цитата Это поразило ткань того, что мы с вами вместе построили Несмотря на это, Орбан заверил, что Венгрия делает все возможное, чтобы спасти то, что можно из двухсторонних контактов И Венгрия готова поддерживать общение с Россией, в том числе на уровне экономики На встрече, отмечают журналисты, присутствовали Председатель правления Газпрома, глава корпорации Росатом Кстати говоря, что касается господина Лихачева Главу корпорации Росатом, то Орбан Росатом поблагодарил за то, что тот остается партнером Венгрии И что Газпром, в свою очередь, также выполняет обязательства по соглашениям Плюс 7 903 797 6333 Друзья, дальше продолжим ознакомиться с новостями, но через пару минут Вечер под серебряным дождем Мы продолжаем вечер под серебряным дождем Ну и как и обещала, друзья, вот сейчас по-настоящему О приятном, премиальный автомобильный бренд Exit И Московская государственная консерватория имени Чайковского Летом объявили о старте приема заявок на конкурс, который называется Звезды Exit И это очень важный проект, потому что всероссийский, кстати говоря, я подчеркну Потому что он помогает реализовываться именно молодым, да, талантливым музыкантам В своей профессиональной сфере При этом участники конкурса — это студенты высших музыкальных учебных заведений России И финальное очное прослушивание в Малом зале консерватории в Москве состоится 27 октября Финал пройдет, значит, 15 участников И у нас с вами есть возможность знакомиться в эфире с этими участниками С молодыми, талантливыми участниками конкурса «Звезды Exit» Люди страшно увлеченные, что всегда очень приятно и симпатично И сегодня я вас познакомлю у человека, который идет у нас, что называется, в номинации «Сольное пение» Милости прошу Меня зовут Токимов Нанил Алексеевич Представляю город Москва Номинация «Академический вокал» Настрой боевой, хороший, спокойный, без лишней ажитации Чтобы не создавать себе лишних нервов Просто стабильно каждый день поем, готовимся В зависимости от голосового тонуса Конечно, начинается любая репетиция, любое занятие До обязательных распевок В зависимости от тонуса голоса уже идет дозировка Насколько много распевок, как долго, насколько тщательно Как правило, больше 15-20 минут на распевку не уходит Если все с голосом спокойно, то просто разогреть связки голосовые И дальше уже начинается работа над репертуаром Соответственно, пропеваются арии, романсы, песни в порядке тоже, в котором все так говорено Чтобы было более-менее удобно по возрастанию или, наоборот, по уменьшению нагрузки На данный момент у меня несколько вариантов программы Мы с ГУГом сейчас будем выбирать наиболее хорошее сочетание ГУГ-репертуар позволяет готовить несколько вариантов Поэтому тут пока я не могу раскрыть секретов Я очень надеюсь, что оно будет интенсивным В этом слое заключено мое понимание Слое будущее Я очень надеюсь, что оно будет интенсивным И тесно связано с профессией Концертная деятельность, кастрольная деятельность, спектакля Очень на это надеюсь И для этого работают Очень мне понравилось вот это Все хорошо, поем, готовимся Даниил Акимов, который представлен в номинации Академическое пение в рамках Всероссийского музыкального конкурса Звезды Эксид Друзья, меня зовут Дарья Гордеева Я вернусь в эфир через пару минут Продолжение следует...